ребят всем привет сегодня постараемся изготовить максимально эффективную печь для нашей бани также покажу все размеры толщина металла что нужно и в общем а также в конце мы ее затопим посмотрим сколько она наберет у нас температуры покажу размер бани и чем у нас она обделана погнали работая на свежем воздухе а потому и аппетитами отменные но иногда так увлекаются самоделками что даже охот слона сесть но его нет но у меня есть гриль редмонд который сам готовит мне мясо да еще и с гарниром при желании я пироги в нем испеку так как этот редмонд работает как гриль жаровня и духовка три прибора в одном ладно пироги как-нибудь потом а сегодня у меня стейк средней прожарки берем мясо кладем на нагретую панель и панели антипригарные если что выберем автоматическую программу их тут 7 но мне нужен стейк издаем 7 прожарки ок я все пошел по делам пока редмонд занят стейком гриль греется ровно по всей поверхности аж до 240 градусов стейк будет румяный а еще гриль легко превратить в жаровню на ней можно приготовить обед на всю компанию а в приложении даже есть книга рецептов мужчинам на заметку перед 8 марта купить гриль редмонд со скидкой 25 процентов можно по ссылке в описании в следующий раз Нарезали мы заготовки. Еще немножко там не дорезали мы, но это уже в процессе. Швеллер у нас 24-й, 240 миллиметров. Вот что пока есть, сейчас будем готовить каркас. Плазморез, который мы сейчас резали. Есть он на канале, обзор на него. И, кстати, вот для него расходники, для Плазматрона. Заказывал на Алиэкспресс, так что они, мне кажется, даже лучше, чем с ним идуть, по качественнее. Медный там, они как, обедненные. В общем, посмотрите, там ссылка в описании есть, кому интересно. Сейчас верх прихватываем временно, чтобы у нас не ушла диагональ. Занимаем снизу и потом опять срезаем пергородком делаем и последнюю частью привариваем. Продолжение следует... Продолжение следует... У дверцы есть штатные отверстия, но мы сделали свои на 6. Просверлили под болточки. Так как здесь вот у нас подштатные не получается, для конверсии у нас здесь проходят трубы, мы сделали пластинку здесь, приварили. И вот в них отверстие сделали. Сейчас будем ставить на место ее. А также вот сварили колосник. 16 арматура. Здесь вот сделали плечики, чтобы он не проваливался тоже. Здесь проставочки, чтобы решетка была. Вот так вот будет он выглядеть у нас. На место ее ставим. Все. Прогарить можно заменить ее в любое время. Для повышения КПД мы ставим сюда пергородку. Вот так вот она будет. И вот до сих пор. Пламя будете бить в нее. Сюда зад уходить. Спереди. Обходить пергородку. И здесь прогревать все. И выходить уже в трубу. Продолжение следует. Вот такая у нас получилась верхушка. Труба на 140. Сюда вот половина трубы варильмы. Для лучшего прогрева камней. Здесь сделаем где-то на 150 бортики по кругу, чтобы камни здесь наложить. Здесь вот мы подрежем трубу. Немного зачистим все это. Все шершавости. И еще один такой момент важный. Когда будем топить, здесь будет зола, сажа. Все это накапливается. И потом мы ее отсюда ничем не вычистим. Так что мы здесь наперед делаем лючок. Закрепляем его. В любой момент мы ее взяли, открыли. Прочистили. Сейчас сажа сюда вот упала. Там из зольника выделил ее, очистил. И все. Никаких вопросов. Так что вот надо обязательно сделать, чтобы для чистки. Погнали дальше. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот что у нас получается. Сделать для камней и стройки. Здесь вот надрез сделали, загнули. Также сделаем здесь декорации из сетки. Просечка. Так вот, скрозь будет у нас. Здесь крученый квадрат по кругу, тоже для декорации. Ну и далее красим ее и идем разбирать баню. Вот пока у нас в данный момент вот такая печь. Труба на 400 лет 20 уже, как она у нас работает. Раньше грел тепло был, но сейчас уже со временем и температура воды закипает быстро. А сама температура в этом помещении прохладная. Ну, где-то градусов до 60, догоняем. Ну, а само расположение сейчас покажем. Парилка отдельно у нас и мойка. Здесь все это будем переделывать. Вот, кстати, здесь камни лежат. Ну, они, конечно, это сверх греют, а внизу-то, можно сказать, и не греют. Все это уберем. И вот она у нас размер, у нас метр семьдесят на метр тридцать. Также мойка метр семьдесят на метр тридцать. И, в общем, мы ее всю и разобрать, внутреннюю же, на эту перегородку, и объединить. У нас будет у нас два шестьдесят на метр семьдесят. Вот такой размер у нас будет. Вот, кстати, дверя, которым уже двадцать лет. Все они скрипят, все их повело. Только с... Ну, в общем, да, поняли. Вот, и все это будем убирать мы. Здесь поставим стеклянную дверь. Утеплитель здесь, можно сказать, как раньше был он, блестяшка обыкновенно. Снаружи, снутри обширь мы. И также деревом здесь тоже, вот, пластиком, который раньше был дешевизна. Также здесь глина обмазана. Также все мы уберем, которое все это, он, старье. Будем делать подмен вату, а потом сверх алюминией фольгой, как пластик, кстати, тоже уберем, от которого нельзя в баню делать. Вот, и все будем, как бы, по современным технологиям. Все это обошьется, она сверх липой. Ну, вот так, как так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так у нас выглядит она. Зоник вот из лоечки сделала. Такую ручку. Все так. Вот этот лист приготовили. Из стройки. Вот сюда поставим ее. Так вот он закроет половину. И будет, как раз, кирпичами здесь вот. Скорось. Так вот. И с другой стороны. Потом поставим столбок. И сюда же пойдет вот у нас дверь стеклянная восьмерка. 8 миллиметров. Будет так что открываться она. Ну, и сейчас попробуем затопить ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пока у нас растапливается она, вот мы будем потихонечку ложить камушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже сажа появилась. И как ни дел, чистка обязательно. И вода резко не греется, а то закипала. За это время уже два раза закипела бы. Вот она горит потихонечку. Вот, ну, уже так, может быть, более-менее тепло. Здесь вот холодная шпака. Ребята, сидеть невозможно. Прошло около двух часов. 78 градусов примерно. 75-78. Ребята уже сидеть в трусах. Отсюда меня гоните. Бань, как говорится, не зря отопилась. Ехать с легким паром. А вам всех благ. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Пока. Всех с легким паром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова